12 стих. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Один стих. Если его сегодня разобрать и воплотить, очень большие перемены будут и в церкви, и в государстве. Будьте единомыслены между собой. Единомыслей это нету, фракции, партии, церкви, религии, конфессии, единомыслей нигде нету, ни в семье, ни между детьми, нигде вообще нет единомыслей. А без единомыслей это мы разные, а разные, значит, по крайней мере один уже не прав, иногда диаметрально противоположное мнение, и оба права никак не могут быть. Вот сейчас взять сектанты, отошли, рукоположения нет, а вот церковь. Никогда не понималось так, что церковь, что-то отойти от церкви, сейчас отдельно начнут собираться, и это будет церковь. Никогда. А причина какая? Дальше даю. Невысокомудрствуйте. Павел, когда написал Римской церкви, может он имел конкретно кого-то в виду, а может обобщал для будущих поколений. Высокомудрство, слово мудрость это хорошее, София, и высокая мудрость это полет орла. Но здесь имеет иронический смысл, значение. То есть человек начинает думать, что он что-то много знает, а что ты знаешь? Много знает тот, кто много читает, кто внимательно живет, кто исполняет заповеди Господни, тому Бог дает знания. А если ты будешь сидеть у телевизора, ничего, там знания тебе не прибавятся. У тебя девушность появится, высокоумие, что-то знаешь. А дальше поясняют. Но последуйте смиренным. Высокомудрствуй. И смирение совершенно разное. Дьявол более всего ненавидит смирение. Не по сами молитвы он так не боится, как смирение. Хотя по стопу молитвы изгоняется дьявол. Смиренно означает перед словом Божьим человек наклоняет голову. Признает старших. Он знает свое место. И поясняет. Не мечтайте о себе. У нас слово мечта. Неплохое слово. Человек мечтатель. Кремлевский мечтатель. Думал построить лучшую жизнь. А в Библии я проверил все до одного слова. Ветхий, Новый, Завет. В неканонические книги ни разу, нигде слово мечта в положительном смысле не встречается. Нигде. Возмечтал быть Богом Деницей. И что случилось? Он стал высокомудрствовать в сонле богов. Поставлю престол. Вот откуда все идет. И чем кончилось? Во что превратился? Вот сейчас бы, конечно, не дай Бог, а Господь может так сделать, что человек, иногда видя дьявола, ему задают вопросы, он отвечает. Как Маккари, Иларион. И сказать, ты понимаешь, что ты с собой сделал? Впереди еще целая вечность. Но сегодня ты можешь у Бога просить прощения? Он говорит, это людям дано, мне не дано. Он не может. Встань на место. И больше никогда не ходите на скамейки. Ложите спать. Я вам столько раз говорил. Вы, высокомудрые, потом вы же ничего с него не возьмете. Будьте внимательны. Слово Божие написано к нам. Мы не можем, как всегда, наслужать. Это к ремлянам написано. Пусть ремляне и разбираются. Это к нам написано. Павел говорит, достигшим последних времен, чтобы мы не были походливы на злое. Высокомудрствовать, думать о себе высоко, погибельно. Сколько бы ты не знал, ты только будешь знать одно, что ты еще ничего не знаешь. Апостол Павел это и подтверждает. Мы должны научиться мыслить так, как Господь нас научает. И вот, чтобы стихи эти понять, можно, конечно, разное толкование дать. А все же самое правильное, посмотреть сначала, что Бог говорил подобное когда-то через пророков. Высокомудрее было и у израильского народа, у других наций. Вот в послании к Коринфянам Павел говорит, 1.10, 1. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Он об этом заботился. Но этого достичь можно только путем смирения. Если смирения нет, то обязательно начнешь за борт заходить, за ограду, через прясло полезешь. Скотина смиряется перед человеком. Как-нибудь встань со стороны и посмотри, корова могла бы разломать твою ограду? Да ты делаешь, она даванула боком, она смиряется. Ей может и неприятно, что ты доришь ее, а она смиряется. Бог у нее это вложил, а человеку дал боль, я добровольно должен смириться. Так сказал Господь. Наша душа, говорят, по природе христианка, по природе райской. А сегодня она изучница. Ее надо все время давить и заставлять. Она добровольно не хочет. Она не постится, не хочет. Видите, только встали, через пять минут, гляжу, ребятишки с собой переглядываются, строят рожек. Берите детей рядом с собой, старте. Посмотрел, значит, ровно пять минут прошел, пересмеивается стоять с девочками. Совершенно не годится. Это уже растут мечтатели. Ты идешь в храм, так его настрополишь, чтобы он стоял, как наогиный предер. Я пришел к Богу, в храм Божий. Первое послание Коринфянам 8.2. Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. И на этом остановись. Определяет знание, это круг. И чем больше знания, а вокруг круга, что это область неизвестного. И чем больше знания, тем длиннее будет окружность, тем больше ты понимаешь, что не знаешь. И в конце жизни можешь сказать, а так ничего я не узнал. Знает тот, кто понял, для чего он живет. Задумался о смысле жизни. Жизнь для этого дается. Чтобы найти Бога, примириться с Ним, познать волю Божию. Исполнить волю Божию. Господь ждет, когда мы к Нему вернемся. Первое Петра 3.8. Наконец, будьте все единомысленны. Сострадательны, продолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. А у нас нет единомысля с патриаршими священниками. Да и с нашими-то нет. А почему? Да потому что они Слово Божие не берут. С нами иметь единомысль очень легко. Только открываем Библию все единомыслие. Я нахожу единомыслие по многим вопросам с католиками. С баптистами, с пенсиатниками, адвентистами, даже с ирганистами. Где Слово Божие понимается правильно. Здесь никакого объединения не может быть. Мы совершенно разные. Второе Параллипоминон 30.12. И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по Слову Господню. Что Бог скажет? А Бог через кого-то говорит? Он с нами не говорит так. Я ни разу голос не слышал. Он говорит через Слово Своё, через служителей Своих, через ближних. Кто бы ни сказал, а ты сразу здесь. А от Бога это или нет? И Господь говорит. Дал им руку Свою. У них было единое сердце в стране Израиля, когда они строили храм, когда приносили жертвы, когда вместе вопияли Богу. Это Бог даёт единое сердце. А отсюда вывод. Не единое, это не от Бога. Третье Иоанна 1.9. Я писал церковь. Но любящий первенствовать, у них диатрек не принимает нас. Он отталкивает. У нас, я говорю, приняла сестра крещения. Её сразу выгнали. Сразу. И сестра эта, которая приняла крещение, вчера села, взяла, сама и позвонила священнику. Я ваша отца подговорила. Да. А почему же ты меня выгнал? И она его в тупик поставила. Она стала имуницитировать 4 главу Матфея. Какие искушения после крещения? Вы меня в искушение вводите. Я ни в чем не виновата. Брак ваш отправляли. Вы меня не погрузили. Какую радость я испытала, вы бы знали. Полное расхождение. А сегодня вдруг самостоятель ей звонит и говорит, мы погорючились. Мы бы могли тебя сами крестить. Я говорю, верить нельзя. Это не сегодня, они не знают, что делать. А почему раньше ты не крестил? Вы же говорили, что это оскорбление Бога, если теперь крестить. Как крещать, какую посла и тот лоб поможет, уже крестить нельзя. Согласно, нет? Полное погружение должно быть, но если не крещеный. А если лоб помощили тебе, то уже крещение считается. Тебя уже на крещение нельзя допускать. Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что здесь потрудился не Бог. Не может так быть, чтобы Бог к таинству закрыл сам двери. Молится канон, поминает ее имя. А другие спрашивают, а кто такая? И уже ей звонят и говорят, какая ты счастливая, что тебе Бог дозволил иметь такое крещение. Где ты была? Они не знают, в какой угол тебе перетянуть. Главное только молиться надо. Да не воссталка мудрствовать, не мечтать. Мечтающий человек, написано, рождающий, сердце наполняется мечтами. Она еще не родила, уже сын вырастет, меня допоит, докормит. Подожди, допоит. Еще родить надо. Урождающий, не уродивший, сердце наполняется мечтами. Ты эту мысль еще не воплотил в жизнь, а я тоже мог бы. Ну мог, почему не делаешь? Сначала научить надо. Потом человека привезти к истинному крещению, притом бесплатно. Деяние 4.32. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Одно сердце, одна душа. Это не надо понимать, что у других сердца не было в груди. Это единомыслие. А единомыслие возможен тогда, когда Дух Святой объемлет человека. Единомыслие возможно у ног Христа. Без Христа нет единомыслия. Во всем мире нет единомыслия. В разными странами, в одной и той же стране, вчерашние республики между собой уже воюют. Настоящая война идет. А единомыслие должно быть поверить. Нет, и Грузия православная, и мы православная война. А если бы те и другие верили истинно во Христа и сказали, да Бог наш дал нам мир, да какое же я имею право у кого-то отнимать жизнь? Да ничего этого не говорят. Игрушками в руках масонов стали те и другие. Пророк Исаия 5.21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Вам, думаю, встречались такие люди. Вот что-то они мудрят, что-то... Но только не по Писанию. По Писанию мудрить очень трудно православно. У нас есть толкование. Вот мы каждое утро считаем блаженного фифилакта толкования. Есть такие моменты, которые я не могу принять, но я не могу и никуда перешагнуть. Я вижу, что надо напропытить, а они прославляют там монашество. Я ничего не упустил. Но я могу делом доказать, что это неправильно. И неправильно, потому что Господь послал в мир апостолов. Не надо было мудрить. А вот намудрили, что сейчас есть, это все высокомуловие. Выше Бога хотят люди быть. Бог сказал, сразу сложил руки, поклонился, слушай, траптывай. И все на этом кончилось. Иаков 3, 13-14. Мудрый ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если вашим сестрам имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. А оказывается, эти люди, хвалящиеся, они любят лгать на истину. А ты мудрость имеешь, так думаешь о себе, ну докажи им добрым поведением, с мудрой кротостью. Один будешь, ты никогда не будешь знать, какой ты есть. Почему святые советовали всегда быть в общежитии, даже у монахов? Потому что мы друг от друга намучаемся. Иеремия 32, 29. И дай нам одно сердце, и один путь, чтобы боялись меня в осенней жизни, как благо своему, и благо детей своих после них. Дам одни мысли дальше, и какую будут бояться меня. И это все достаточно тебе. Мы одинаково будем бояться Бога. Бояться нарушить заповеди Его. Мы будем стремиться друг к другу. Мы будем все время ощущать, что самому мне таланты не разви. Да я и не знаю их, свои таланты-то. А другой тебе подскажет. Пророк Иеремия 45, 5 говорит так. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ты не пойдешь. Думай, что-то сделает, построит. Коммунизм ничего этого не будет. Бог все размешит, раздует, и буря утихнет. Кто бы мог думать, что такая держава ухнет? А сейчас мы говорим все это в прошлом. Как будто никогда этого не было. Книга Иова 31, 13, 15. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? Даже служанка к нему обращалась, и он не говорил там подчиненному разобраться, сам разбирался и его. И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не он ли, который создал меня во чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Вот такое простое рассуждение. Мы одинаково зачат, одинаково смерть, но почему ты меня презираешь? Вопрос. И он к этому дошел, еще не зная Христа. А уж во Христе, тем более мы все вместе. Устранить не единомыслие очень легко. Встань на молитву. Перед Богом, открой сердце и скажи, Господи, проверь, почему меня нет в церкви, почему я не хожу никогда на занятия здесь, в Небожем, почему я на благовестие не еду. Вопросы эти, почему по стапе ты увидишь все в тебе или в ком-то. А в тебе почему? Ты унишь сердце, наполнено не той благодатью, которую ты получил в крещении. Постепенно все это заросло, тина, и там уже ветер не движется. Где Дух Святой, там всегда движение. Там человек не прячется. Евангелие от Луки 14, 13. Но когда делаешь пир за ленищих, у вечных, храмных, слепых. У нас, когда у батюшки было бракосочетание, в Маково церкви собрали всех нищих, какие были. Это редкие случаи. А мы еще на свадьбе, это нищие, понимаете? Как бы не то время. Такое у нас торжество. Я скажу, что было очень интересно. Какие-то новые мысли, даже нищие, ты думаешь, он ничего не знает. А у него тоже свой мир. И они-то были как рады. Мы прошли всех, кто только были, и еще всех до одного собрали. Лука 22, 24, 27. Был же и спор между ними. Кто из них должен посчитаться больше? Он же сказал, цари господствуют над народом, и владельщины ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Ты вопрос всегда ставь себе, скажи, прошел день, а кому и чем я послужил своим талантом? Рано или поздно за это придется отвечать. Как умножить, умножить на талант, если ты один находишься? А за неделю? Ну а дальше ты увидишь, как все пустотой уже накрыто. Как твой талант послужил? И тебя нет, и никто и не ощущает недостатка никакого. Ох, не так живем. Еще не поздно. Не надо высокомудрствовать, а перед Богом звонить голову и сказать, Господи, неделю талант лежал закрытый. Я никому ничего не сказал, никому не пошел, чужое горе не развеял, никому не помог. Вот своим гнездом сидел только. Прости меня, Господи, и впредь этого это не будет. Матфея 18, 1-4. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше? А он оборвел. Если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Старство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Старстве Небесном. Что значит дитя? Прощение. Злопомнение у ребенка редко бывает. Я лично таких и не знаю. Потому что совсем окончательно испорченный ребенок рано сотревает, на зле воспитан. Обычно кто-то не забывает, опять вместе играют. Филиппинцам 1-27. Только живите достойно благоуставания Христова. Что вы мне приду, или я не увижу вас, или не приду. Слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Единодушно в чем? Не то, что как будет мысль. Ты думаешь, кто взорвал эти торговые центры в Америке? Они думают, что это их ЦРУ взорвало само. Другие думают, что пираты, террористы какие-то. Ну, в этом можно даже иметь единомысль, ну, что толку? Что ставить, шизофреник был или глупый? Ну, что это даст? Мы должны быть единомысленны по Слову Господнюю. Мне это совершенно никакой пользы не дает. Даже если я знал это все и рядом был, тем более я на этой башне был. Был наверху, с нее смотрел, туда экскурсии были. Ну, и что? Я только благодарю Богу, потому, что я не попался в то время. А этот капкан может для меня как раз был поставлен. Ты только благодари Бога, что дал Бог нам направление единомысля по Слову Ему. Придет Павел к нам, не придет? Он не пришел к нам, чтобы в одном духе за веру евангельскую, согласно того, как он благовестовал. Это возможно только тогда, когда ты в церкви. Мне церкви невозможно. Павел создал церковь. Он пишет Филиппийская церковь. Он пишет и одному Тимофею. Но Тимофей был в церкви. Филимон, Филимон был тоже в церкви. Просто так на ветер он не писал. Даже ям пишет и сразу говорит, называет Стариса, говоришь, что это речь идет о церкви. Филиппийская церковь, филиппийская церковь. Мы все разная. Но мы никогда бы не могли стоять вместе, разговаривать, если бы мы не знали Бога. У человека неверующего столько же этих амбиций, такой гонор. Одно слово только. Вы научитесь говорить евангельским языком. Ни одного лишнего слова не евангельского. Иначе мы просто будем скрывать дурные слова с какими-то определенными, недоговоренными словами. Единодушина значит по евангелям. Притча 17.5 Кто ругается над нищем, тот курит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А в мире радуется, да? Трудно, конечно, всем сострадать, но себя надо смирять. Я не посострадал, прости меня, Господи. То есть ощутить ущербность свою. Сердце еще не расширено. Притча 26.12 Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого большего одежды, нежели на него. Не мечтайте о себе. Мне в жизни встречались мечтатели. Я не все что-то думают, мечтают, построить. Ничего не будет. У нас были люди, которые жили здесь, которые не согласны с уставом. А вот надо бы так вывели, это есть у Гоголя, Маниловщина называется. Ну ты попробуй еще 360 все в Алтае брошены. Поселись там. Найди людей ненамышленных. Другой устав напиши, что ходить раздетым, чтобы курить можно было, чтобы дети ночами ночевали, где хотят, чтобы службы никакой не было, пропускали ее. Ну то есть все, что тебе не нравится, включи туда, что нравится. Но ведь не сделайте никогда. Если бы так было просто на каждом шагу в деревне возникали. Мы-то здесь сколько бьемся, да я не один. И брат не один. Еще Бог дал каких сотрудников. Мы же все, знаете, как все и не на душе. Всю неделю готовимся, поехать на благовестие. В разные концы поехали. Брат уехал, там свидетельствует. Прича трясет. Не будь мудрецом в глазах своих. Бойся Господа и удаляйся от зла. А хочешь узнать, что ты мудрый или нет, встретиться с теми-нибудь, с более мудрыми. И ты поговоришь. И ты увидишь. Бывает, встречаешься с какими-то специалистами и таким себя нищим чувствуешь. Хотя я обязательно в специальности проживу. И у меня были постоянные встречи в летном училище. А там преподаватели, почти все полковники. И вот собрались однажды. Они пригласили меня после занятий с их курсантами. И они говорят, у тебя какое впечатление? Он говорит, мне кажется, я не учился и академию не кончал, ничего нет. Я совершенно ничего не знаю. То есть он никогда об этом не думал. Но когда услышал о духовном, о небе, о вечности, о Христе, он понял, это другая сфера, совершенно другая. Все специальности невозможно узнать. Говорит, человек все знает. Или говорит, он знает наизусть. Не надо этому верить. Это образное выражение. За всю жизнь я не встретил никого, кто бы знал наизусть Библию. И кто знал наизусть хотя бы Новый Завет. Хотя говорят, такие-то, знали они. Я в это не верю. Мне сказали, такой-то человек знает наизусть Псалтырь. Я с ним встретился. Читай Псалом. Он читает. Три Псалома и остановился. Что? Я думал, знаю. Не знаешь. Читай 118. И когда его учишь наизусть, уже маленько стронулся. Ты начнешь заплетаться. 118 Псалом, я встречал одного. К нам он приезжал. Он его знает. И самое другое, что старая обрядность. И по-русски. Вот как Бог делает. А чтобы наизусть знать в точном переводе, может, я просто не встречал. Мне не повезло, может быть, в жизни. А во мне постоянно говорили, говорили, он знает Библию наизусть. Не знаю. Но только я знаю на каком-то уровне, что когда читает, любое место, даже одну букву изменит, я сразу останавливаю. Это не так. А вы наизусть знаете? Нет. Просто что-то во мне срабатывает, неправильно он читает. И вы знали это? Не знал этого. У меня постоянно это было. Какую бы книгу не начали читать, ну ни слова, а поддержки так сделать. Или союзив поставить. Я останавливаю. Перечитаю еще раз. Букву одну изменить не так. И внутри меня, как первокарты, не пропускать. Я останавливаю. Но наизусть я не знаю. Это другое совсем. Просто мне Бог дал понимать, что это Его слово. А то уже с искажением. Вот что. Псаломат 131. Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои. Я не входил в великое, для меня недосягаемое. Вот этим можно похвалиться. Я никогда не входил в вопросы, которыми занимались Вселенские соборы. Что Бог Отец, от кого исходит Дух Святой, что Христос две воли. Никогда. Это та тайна, в которую боюсь смотреть. Я православный, я принял по-православному. Католик понимает по-другому, я не осквариваю. Но если говорят, Христос не Бог, тут я вставлю и докажу. А относительно воли, это соборы, там третье, четвертое, вообще Писание ничего не. Что Он есть Бог, я Вам уже говорил. Много мест Писания. Высокомудрствовать не надо, и мечтать противопоказанно человеку. У нас в Библии нигде не написано, что мы говорили, может быть, кажется, вероятно, а написано, да, и аминь. Да, что Христос пришел, да, что Он нас избрал, абсолютно точно мы знаем, что Он придет судить мир, и мы твердо исповедуем Христа и Его пришествия, и что искупленное им пойдет вечную жизнь. Аминь.